Добрый день! Хотел с вами поделиться несколькими историями, которые я слышал от Равы Ицхака Розенгартена. Равы Ицхака Розенгартен – это очень близкий мне человек. Когда я приехал в Израиль, он мне помогал, что называется, во всем. И он, и его семья, и они даже вели меня под хупу, он и его супруга вместе с моей мамой, поскольку папы у меня на тот момент уже не было. И поэтому для меня Равы Ицхака Розенгартен – очень близкий человек. И его отец помогал Ешиве Турадхаим, когда еще был жив Равмоши Соловейчик. А он сейчас помогает Равмоши Лебелю тоже собирать средства на Ешиве Турадхаим. И он, в принципе, у него есть небольшой бизнес свой. Он собирает к святке Торы, для него пишут писцы, и он их продает в Соединенных Штатах. Светки Торы, Мезузы и Тфелин. В общем, у него есть такой святой бизнес. Кроме этого, он сам Талмит Хахан изучает Дафа Йоми, но он известен во всем еврейском мире как водитель Рава Штаймена. То есть, его так даже на израильском сайте идиота хронот Уайнет так и назвали – водитель Рава Штаймена. Некоторые про него говорят, что это человек, который фотографируется с Равом Штаймена. Фотографировался сейчас уже, говорят, фотографируется с Равом Штаймена. Поскольку он его везде приводит, он его приводит. Когда он не был по бизнес-причинам в отсутствии в Израиле, он всегда ездил с Равом Штайменом по всем делам, когда Рав Штаймену нужно было куда-то поехать. Так вот он сейчас выступает, в многих местах его приглашают, чтобы он рассказал про Рава Штаймена. И он рассказывает какие-то истории. Часть из них я знаю еще с тех времен, когда они произошли. Но сейчас я понимаю те детали, которые на тот момент я даже не всегда знал. И вот я хотел поделиться с несколькими историями, двумя. И еще одной историей, которую они опубликовали вместе с сыном Равом Штаймена, с Борухом Штаймена, который сейчас здесь, Роша Шива, здесь в Рамат Шломо. Они опубликовали еще третью историю. Я хотел поделиться и подвести какой-то общий итог между этими тремя историями. Первая история такая. Шесть лет назад в Моцей и Лагбаумер, то есть после того, как закончился Лагбаумер, Равыцкак и Рамой Шелебель должны были полететь в Америку для того, чтобы собирать средства на Ишиву Туратхай. Вместе с ними на этом рейсе возвращались сотни или несколько десятков американских евреев, которые приезжали на Лагбаумер к Раби Шимону Барюхай, соответственно, на Лагбаумер. И, в общем, этот самолет взлетел из Бен-Гуриона, и обнаружились, что в двигателе есть неполадка. Раби Шимону Барюхай рассказывает, что просто звучало, как будто едешь на тракторе. И они поняли, что они должны сесть, и объявили, что они должны сесть обратно в Бен-Гурионе, но при этом сбросить топливо. И поэтому они должны какое-то время покружиться, сбросить топливо и сесть. Стало понятно, что ситуация непростая, и один из пассажиров послал в Америку сообщение о том, что мы находимся в самолете, в котором есть неполадки, может что-то произойти, поэтому молитесь о том, чтобы мы благополучно сели обратно в Бен-Гурионе. В Америке лагбаумер – это день, когда можно жениться, есть перерыв, так сказать, как бы в днях свадеб, да, весь на время отсчета омера. Но все люди прервали свадьбы, и прямо на свадьбах начали читать Таилим, псалмы царя Давида, для того, чтобы все пассажиры этого самолета благополучно сели, и с ними ничего не произошло. Один из людей, который получил в Америку сообщение, был друг Рава Розенгартена, который позвонил в 4 часа утра, это было 4 часа утра, сыну Рава Розенгартена и сказал ему, твой папа в опасности, сделай что-нибудь. Он позвонил внуку Рава Штаймена, они в 4 часа утра изучали Талмуд перед утренней молитвой, позвонил внуку Рава Штаймена, что вот Итче, так они его любовно называют, в самолете вместе с Ромашлебрием, они находятся в опасности, нужно помолиться. Рав Штаймена отложил свой том Талмуда, открыл книгу Таилим и начал молиться. И так он молился, читал Таилим о том, чтобы его близкий друг, сын его близких друзей, человек, который ему все время помогал, его секретарь, его водитель, его близкий человек, который каждый день закапывал ему капельки в глаза, человек, который для него Рав Штаймена, для Рыбыцека, на самом деле Рав Штаймена, это все его, как бы, он очень любил, как он назвал, Рос Шива. И вот они в воздухе, и вот в этой ситуации Рав Штаймена молится о том, чтобы они благополучно сели обратно в Бен-Гурионе до утренней молитвы. И после утренней молитвы он поворачивается ко всем и говорит, сейчас был у Итче Нес, чудо, сейчас с Итче произошло чудо. Рыбыцека рассказывает, что в это они сели, такую легкую посадку он вообще, в принципе, не помнит. Я, в принципе, не люблю такие истории, да, но просто это рассказывают те люди, которых я лично знаю. Это не то, что я слышал про кого-то, лично человек, который я, близкий мой человек, да, который рассказывает эту историю про него. Рав Штаймена повернулся и сказал, сейчас произошло с Итче чудо. Это первая история. Вторая история такая. Рыбыц, как я сказал, он летает в Америку для того, чтобы делать бизнес, продавать там свитки Торы, мезузы и тфилин. И у него, он везет с собой огромное количество этих пергаментов с написанными главами Торы на продажу, на реализацию. И как-то он останавливался у нашего близкого друга, его близкого друга я его тоже хорошо знаю. его тоже зовут Итче, но мы для простоты назовем его Авраам, да, для того, чтобы... Так вот, он останавливался у человека, которого зовут Авраам, и хозяйка дома забыла закрыть заднюю дверь. И воры зашли и украли. И среди того, что было украдено, был украден весь товар на тысячи долларов Рава Розенгартена. Он с утра встал, понял, что была кража, увидел, так сказать, как бы, что делать ему с этим нечего, пошел на молитву, вернулся. Когда полиции заявили, так сказать, что так и так, они сказали, что мы будем искать, и... Ну, ворам, на самом деле, зачем им нужны свитки Торы, Мизузы, Тфилин, они тогда реализовать тоже не смогут, потому что... В общем, Рыбыцкак Розенгартен понял, что делать ему нечего, он развернулся и улетел обратно в Израиль. Продавать-то нечего больше, товар-то весь украли. Он приехал, и как бы, ну, потери, ущербы, что делать? Бывает и такое. Ну, пришел к Рафштаймену, Рафштаймен ему сказал, ну, вот так. И он начал думать, а как бы вернуть. В конце концов, нашли эти воры, они бросили это в озеро, в Америке, в Лейкваде, бросили в озеро. И поскольку все это было хорошо упаковано, все это немножко промокло, частично, так сказать, что-то было... Испортилось, но частично сохранилось. В общем, был какой-то определенный ущерб. И тогда вот этот вот Авраам, у которого останавливается Равицкак, он сказал ему, я могу, в принципе, если ты с меня требуешь, я имею право потребовать со своей страховки, чтобы возместили эту часть кражи. Ну, и спросили у Рафштаймена. Рафштаймен ему сказал, ну, ты же простил ему? Как ты можешь требовать с него что-либо? Ты же простил ему, ты же сказал ему, что ты все прощаешь. А Равицкак говорит, что я, говорит, вообще этого не помнил. И, в общем, они шли и обсуждали. Рафштаймен вдруг, так сказать, когда Рафштаймен его провожал, Рафштаймен ему сказал, люди, так сказать, устражают, устражают, говорит Рафштаймен Салантер, люди устражают во всех вопросах, которые написаны в части, что касается календаря, шабата. А вот все, что касается имущественной, люди облегчают почему-то. Хотя там в основном многие вещи, они только постановили мудрецов. А имущественных вопросов – это вопросы, которые написаны напрямую в Торе. Рабутцак говорит, я расплакался, ну, пришел домой, расплакался. Как что, такое, что от меня Росшива хочет? Почему? Я же, так сказать, я же не прощаю. Ну, я же, что, он говорит? Он говорит, ты простил ему. Когда я прощал? Он пошел к раввину, Раф Сильман, такой профессионал в имущественных вопросах, и спросил у него, то, что, может быть, я простил в сердце, прощание в сердце является прощением, не является прощением. Он говорит, ну, это спор мудрецов, как бы ты не обязан устражать в этом вопросе. Рабутцак говорит, я плакал и не знал, как бы, что… И вдруг, говорит, я вспомнил, когда я выезжал из дома этого своего друга Авраама, я ему сказал вот так вот просто в сердцах, я тебя прощаю полным сердцем. Говорит, я Рафштаймон это не рассказывал, но Рафштаймон чувствовал, что я не имею права как бы требовать с него, а он будет требовать у своей страховой компании. Это обман, я уже простил, я сказал своими устами, что я прощаю. Это вторая история. Третья история рассказывает, что Рафмоши Соловейчик, Зихруноль и Враха, и Рафштаймон же тоже Зихруноль и Враха, они были в 1940 году, были в Швейцарии, и молились там небольшим миньянам польских беженцев, молились в Роша Шена. Рассказывает Рафмоши Соловейчик и Рибыцкая Розенгартена, что у них есть предание, что они в тот год не смогли протрубить в Шофар правильно ни одного звука. Старались, старались, старались и не смогли. Обычно говорят, что Шофар, он спасает, то есть, протрубление Шофар, после него Всевышний пересаживается с кресла сюда на престол Милосердия. Что я хочу сказать, что этих людей, великих людей в Израиле, тогда еще уже не были в Египте, им тогда было в 1940 году, 24 года, тогда уже они были на такой связи с небесами, что их заповеди, они видели по ним, что будет происходить в этом году, они поняли, что будет непростой год, 1940 год, начало Второй мировой войны. То есть, что я хочу сказать, что действительно у великих людей в Израиле, у них есть какая-то связь с небом, гораздо более четкая, гораздо более ясная, чем у простых людей, чем у нас с вами. И мы это видим. Рафштайм, он был пророком, он не был пророком, но он сказал, что сейчас произошло у Ичис чудо. Он был пророком, он не был пророком, но он знал, что он его простил, он чувствовал это. Откуда? Что это за чувство? Это то, что называется руаха кодыш, дух святости. Вот это вот Всевышний дает информацию этим людям из какого-то источника, который мы не можем понять. Это что-то выше рационального понимания нас. Это то, что называется дух святости из-за того, что это святой человек, человек, который соблюдает Тору. Этот человек чувствует, у него есть связь с небесами. Просто мы должны понимать, что великие люди в Израиле – это не просто носители информации. Это что-то большее, это что-то гораздо большее. Спасибо большое.